Почему незаконно установленный шлагбаум не могут, так сказать, убрать? Почему надо только все это делать через суд? В колл-центре главы города кипит работа. Игорь Сапко лично держит связь с горожанами. Для главы города такой ресурс и еще одна возможность контролировать качество работы администрации Перми. В ходе прямой линии тем, которые волнуют пермяков, как обычно много. ЖКХ, внешнее благоустройство, коммунальные вопросы. Не обошли стороной уже ставшую традиционной проблему бездомных собак. Они периодически нападают на людей, живут у нас под банем. Скажите, куда вы начали? Недавно полномочия по отлову безнадзорных животных переданы на муниципальный уровень с финансированием и краевым, и дополнительно выделены на предпоследнем заседании городской думы из городского бюджета. Уже усилена работа по этому направлению. Много звонков поступило по теме дорожного ремонта. В первую очередь горожан волновали конкретные объекты и сроки их реконструкции. Скажите, пожалуйста, как я приведу в Верхнемулинскую дорогу в порядок? На Верхнемулинскую улицу заходим уже на следующую неделю. Там большой объем работ. В Верхнемулинская много лет не ремонтировалась. Там, конечно, нужно наводить порядок. Думаю, что в течение двух месяцев нашего дорожного сезона улица будет отвечать всем необходимым требованиям. Не забыли пирамики поздравить главу города с победой на прошедших праймерис. И поблагодарили за работу, которая ведется в городе под его началом. Всего в ходе прямой линии Игорь Сапко ответил на 21 звонок. 14 городоначальник взял на личный контроль. Следующее дежурство в колл-центре состоится 1 июня. Связь с жителями будут держать представители управления по развитию потребительского рынка администрации Перми. Денис Пальчиков, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».